Видите там что-то? Красные и зеленые кружочки. Стенография глаз, определение внутриглазного давления – одно из обязательных исследований в ходе диспансеризации. Причем целый ряд обследований, измерения артериального давления, анализ крови на содержание глюкозы и холестерина и другие проводятся в день обращения и все в одном кабинете. За 10-15 минут специалисты взрослой поликлиники проведут полноценную первичную оценку состояния здоровья пациента. Желающий попасть на прием в 132 кабинет есть всегда. Здоровье важнее всего. Здоровье как бы, проверка здоровья. Выявляются заболевания. Есть люди, работают. Я вот, например, работала, работала, работала. А когда уже предпенсионный возраст пошла, появлены были заболевания, которые бы, наверное, за короткий срок бы вылечились, если бы вовремя. Я проходил. Проходил. Но я давно бы. Я сейчас на песне, где я ничего не прохожу. А зря. Пенсионеры тоже могут пройти диспансеризацию. В 2013 году на обследовании врачи ждут и неработающих граждан, и тех, кто ведет трудовую деятельность, и студентов. На диспансеризацию в этом году приглашают горожан в возрасте кратным трём. 21, 24, 27 лет и так далее. Это примерно 12 тысяч зареченцев. Приглашают на диспансеризацию терапевты. Терапевты прошли по своим участкам. Они когда подготовили списочки, составили графики примерно, ну, когда кого приглашать, вот, они их оповещают, они их приглашают. Сначала все обращаются в дворочебный кабинет. Если здесь никаких отклонений не обнаружено, то пациенту выдается паспорт здоровья. Он идет к терапевту, где и завершается диспансеризация. Если же данные первичного обследования выйдут за предельные показатели коридора, то пациенту назначат дополнительные исследования и консультации с узкими специалистами, где врачи составят план лечения. Конечно, сегодня специалисты могут справиться со многими недугами, но всегда легче предупредить болезнь, чем лечить.